И начнем с события общероссийского масштаба. Операция по эвакуации самолета «Дуглас» из Авамской тундры вновь прогремела на всю страну. Проект «Борт Тюрикова. Возвращение» признали лучшей экспедицией по России. Награду организатору в Государственном Кремлевском дворце вручил президент Владимир Путин, возглавляющий победительский совет Русского географического общества. Победитель премии Русского географического общества в номинации «Лучшая экспедиция по России». Проект «Борт Тюрикова. Возвращение». На сцену приглашается руководитель проекта, председатель Красноярского краевого отделения Русского географического общества Игорь Спириденко. Награду изру главы государства принимает председатель Красноярского отделения Русского географического общества Игорь Спириденко. Так совпало, что вручили ее прямо на 84-й день рождения региона. Сумма приза – полмиллиона рублей. Эта награда особенно важна и почетна. Спасибо Русскому географическому обществу за возможность служить России. Спасибо большое. Спасибо большое. Северный город следил за экспедицией и показал, как это было, как же эвакуировали Дуглас и что это за легендарный самолет. Вспомним прямо сейчас. Северный город следил за субтитры Алексею Дублас. Редактор субтитров А.Семкин Мы потратили немало труда и усилий. И вот он, господа, легендарный Дуглас. Мы наконец-то до него добрались. Пойдем посмотрим. Да, старичок. Старичок провел на этом месте 70 лет. Так американский Си-47 Дуглас выглядел в августе 2016 года. Этот самолет Соединенные Штаты передали Советскому Союзу по ленд-лизу в 43-м. Во время войны на нем разведывали акваторию Карского моря, а история, достойная целого романа, развернулась в апреле 47-го. Тогда самолет выполнял пассажирский рейс с мыса Кожевникова в Красноярск. На борту находились 34 человека. А через полчаса полета отказал левый двигатель, затем исчезла связь. Дуглас заблудился и пришлось экстренно садиться посреди авамской тундры. Несмотря на жесткое приземление, никто серьезно не пострадал. На одном месте люди просидели неделю, а после командир экипажа Максим Тюриков и еще 8 человек отправились за помощью. И этот путь стал для них последним. Полагая, что он находится гораздо южнее, они выбрали направление на юго-запад. И практически с этой точки никуда они попасть не могли, в обитаемые места. То есть все, кто пошел за помощью, получается, погибли? Ну, считается пропавшими без вести, хотя, конечно, видимо, они погибли. Останки Тюрикова обнаружили спустя 5 лет. Судьба остальных – загадка. А ведь помощь тогда все-таки подоспела. Спустя две недели после ухода группы оставшихся 25 человек эвакуировали. Спустя более полувека дошла очередь и до крылатой машины. Вместо нее о тех событиях память будет хранить этот знак. Цветы к нему принесла дочь Максима Тюрикова – Авелина Анциферова. У меня было 6 лет, брату было всего 2 года. И мы слышали, и люди приходили к нам за 4-й раз, и даже письмо было от пассажиров спасенных, которые их нашли через 20 дней. Они благодарили экипажа, что досадка произошла, и они остались живы-здоровы. О здоровье здесь задумались всерьез и участники экспедиции. Оказалось, что радиационный фон в кабине Дугласа превышает норму в 10 раз. Просто раньше приборные панели запитывали от опасных элементов. Поэтому разбирали самолет очень осторожно, под чутким руководством американского летчика, которого русское географическое общество привлекло в качестве эксперта. Еще более тонкая операция – погрузка на баржу. Часть Дугласа поднимали и переносили вертолетом. Но вот с крыльями он справиться не смог. Ветер крутил легкий груз в разные стороны. В итоге их оставили в тундре до зимы, и с холодами отправились за ними на вездеходах. Пять дней и порядка тысячи километров пути преодолели участники проекта на пути к крыльям Дугласа. А дальше опять тяжелая физическая работа. Останки самолета завалилось снегом, и откапывали их вручную лопатами. До Норильска их везли на санях, потом уже в Дудинке крылья дожидались летней навигации и отправки в Красноярск. В столице края они оказались на год позже фюзеляжи, а тот, кстати, тоже везли на теплоходе вместе с целой группой РГОшников. Задача выполнена, самолет мы разобрали, перевезли. Вот сейчас новая задача, будем составлять план по его восстановлению, отдыхать и красить его, значит, менять металлические детали, собирать, подготавливать его к музейному экспонированию. Все бирочки сохранились, все надписи. Самолет до сих пор реставрируют. Дело это не быстрое, но восстановление одного лишь этого колеса ушло три месяца. Сохранился Дуглас хорошо, говорят эксперты, и добавляют, при желании его можно было бы и на крыло поднять, если двигателя от нашего Ан-2 поставить. Но все же аварийная посадка во Вамской тундре для этого самолета была последней. После реставрации Дуглас выставят в Красноярском парке музея освоения Севера на острове Молокова. Анна Томилина, новости Северного города. Одним из главных участников всей операции по вызволению Дугласа стал специальный корреспондент Северного города Егор Тулновский. Егор, тебя тоже можно поздравить с этой высокой наградой? На самом деле да, потому что я принимал участие в этой экспедиции. И хотя наше норильское отделение РГО занималось такой технической частью, мы обеспечивали доставку всего необходимого оборудования, но тем не менее, конечно, безумно приятно. Честно скажу, что на самом деле болел за наших, смотрел в прямом эфире награждения. Собственно, когда вот назвали именно нашу экспедицию лучшей в этом году, и сам Путин вручил награду руководителю, это было безумно приятно. Скажи, всю экспедицию пришлось пройти буквально на своих двоих. Каким был этот путь? На самом деле, ты знаешь, было это очень непросто, особенно первой части экспедиции, когда надо было доставить все необходимое для разборки Дугласа. Особенно это касалось именно водного пути, потому что на тот период летом была очень низкая вода, и баржа с большим трудом проходила, особенно участок, который называется Агапские огороды. Там очень много мелей. Тот, кто путешествует по Пясину, он прекрасно знает, о чем я говорю. Вот, очень сложный участок. Несколько раз баржа застревала, и практически палками приходилось эту махину выталкивать, чтобы добраться до места. Ну, я еще знаю, что вы везли очень большое количество груза. Да, на самом деле. И очень интересная, на самом деле, уникальная операция, это именно доставка этого груза с баржи сначала на берег, ну, а потом уже непосредственно к тому месту, где лежит Дуглас. Потому что, когда вертолет зависает вот буквально там на 10-15 метрах от баржи, все это, вот, штормовой ветер сдувает, летит пыль, безумно сложно. Но, ребята, конечно, пилоты таймырские, это, ну, высший класс, это просто асы. Скажи, а вот когда вы впервые увидели Дуглас, какие первые впечатления у тебя появились? Это, на самом деле, вот, действительно захватывает дух от того, что видишь. Потому что, вот, совершенно какая-то яркая, такая зеленая тундра, при этом синее небо бескрайнее, и вот оно где-то, где-то все это на горизонте сливается, и посреди этого лежит вот эта вот машина блестящая, яркая, вот, с советскими звездами. И вот, если сейчас наше сердце замирает, тем более, если знать историю о том, что люди почти месяц там выжили в этой тундре зимой, не имея ни снаряжения, не спец какой-то подготовки, это просто были обычные люди, пассажиры, включая женщины и детей. И вот такой момент. Вы не знали о радиации, от которой, собственно, фонило от самолета? Да, это, на самом деле, довольно забавный случай. Получилось, что мы только приземлились, первым же делом, там, бросив рюкзаки, конечно же, побежали к самолету, потому что, ну, столько ехали, и, конечно же, хочется сразу же пощупать. Начали снимать, в том числе и в кабине, все обснимали, а на следующий день, когда решили доснять недостающие планы, к нам подошел один из специалистов, показал дозиметр, и о том, что там уровень радиации превышает несколько раз, и объяснил, что, так как в тот период все приборы, все панели, они делались с помощью радиоактивного вещества, вот эти все светящиеся, то после того, как кто-то разобрал на сувениры всю приборную панель, и забрал все это домой, и дома это хранится у кого-то, по всей видимости, но это не наша группа, то там теперь довольно высокий радиационный фон вот на этом участке. Скажи, вот Дуглас – это одна из тех историй, которые свидетельствуют о том, что открытие сегодня, когда уже все, что можно было, все уже открыто, да, и тем не менее открытия продолжаются. А сейчас трудно, и каково это – узнавать что-то новое? Вот, на самом деле, действительно, кажется, что вот у нас в мире уже там все придумано, все открыто, и вот Таймыр, он этим уникально интересен, что здесь очень много белых пятен, и на самом деле, вот буквально, там можно отойти за городом, за город на несколько километров, и там наткнулся на какую-то историю, о которой мало кто знает, или не знает вообще никто. Вот даже что касается этого самолета, он столько лет пролежал в тундре, и о ней мало кто знал, пока красноярцы не стали поднимать эту тему, делать какие-то подробные вещи, а ведь история настолько интересна, что по ней вполне можно снять очень классный приключенческий фильм, который будет достоин Оскара. Спасибо, Егор, и новых тебе открытий! Спасибо! В Норильске началась выдача новогодних подарков, их получат дети бюджетников, а также дети-инвалиды, сироты и опекаемые, воспитанники интернатов и социального приюта, а также дети безработных граждан, которые состоят на учете в центре занятости. Всего в наш город привезли 17 тысяч комплектов, стоимость одного подарка – 1200 рублей. И, как говорят чиновники, сделано все, чтобы детям запомнилась не только встреча нового года. В этом году представлена сумка спортивная для коньков с символикой универсиады 2019 года. Все мы знаем, что в наступающем году нас ожидают уникальные события. Это зимняя универсиада, которая пройдет в марте 2019 года в центре Сибири, в городе Красноярске. В подарке представлен поросенок-клоун. Это мягконабивная игрушка, символ наступающего года. Поздравительная открытка с тематикой Нового года и с календарем на 2019 год. Игра «Каляки-маляки» – это радужная игра как для детей, так и для взрослых. Ну и, конечно же, самый любимый момент – это кондитерский набор от ведущих фабрик России. Здесь и шоколадные конфеты, мармеладные и леденцы. Вес кондитерского набора составляет 800 грамм. Ну а взрослых норильчан одними конфетами уже вряд ли удивишь. И кое-кто из них приготовил для себя подарок побольше. Погреться в Таиланд, поправить здоровье и покататься на лыжах в Крыму. Именно эти два направления нынче популярны у тех, кто решил новогодние каникулы провести вне Норильска. Туроператоры отмечают, многие горожане стали более тщательно планировать отпуск. Не за месяц, как раньше, а за полгода и больше. Кроме того, отпускники научились экономить на отдыхе, подбирая дешевые отели или сокращая дни отдыха, чтобы уложиться в запланированный бюджет. Вопросом, где отдохнуть и чем заняться на новогодние праздники, норильчане практически не задаются. Подавляющее большинство жителей северного города считает этот праздник семейным и планируют встретить его дома. Ну а львиная доля тех, кто собирается встретить Новый год на Материке, предпочитает это делать там, где снегом и морозами даже и не пахнет. Максимально стараются все-таки посетить все страны Юго-Восточной Азии, там, где возможно покупаться, покушать фруктов, да, и насладиться теплом. И это все, что связано с странами Карибского бассейна, там, условно, Мексика, Доминикана, Куба, Ямайка и так далее. И некоторая часть, все, что связано с африканским континентом и с севером, это Объединенные Арабские Эмираты и другие арабские страны, скажем так. Бесменным лидером в предпочтениях норильчан последние лет пять был и остается Таиланд, потеснивший с туристического олимпа Турцию и Египет. Это при том, что на этот Новый год отдых в Таиланде при прочих равных составляющих обойдется в два раза дороже, чем в Турции. Связано это еще и с тем, что в середине зимы на турецких пляжах довольно прохладно. В море купаться не каждый рискнет, потому что температура, например, там, начиная от 17 до 22 градусов, в зависимости от региона. Поэтому, безусловно, не каждый рискнет покупаться, но если учесть, что в отелях, которые открываются или работают на протяжении всего года, круглогодично, они предлагают, соответственно, бассейны с морской водой либо подогреваемые бассейны с морской водой, которые привлекают как раз туристов. Они рассматривают эти отели для спокойного отдыха. Что касается отдыха в России, то здесь наречания делятся на две категории, предпочитающих спокойный спа-отдых и любителей экстрима. Правда, направление при этом выбирает одно и то же. В первую очередь, это всероссийская здравница Крым и близкие к нему территории. Некоторые начинают уже рассматривать свой зимний отдых в части краснодарских курортов. Это тот же Соча, Напа, там, Геленджик, наш тот же Крым, потому что выстроились, не говорим, что их огромная масса, но они имеются. Курорты спа назначения, там, где можно порелаксировать, там, где можно позаниматься активным видом спорта, это лыжи горные, еще какие-то мероприятия. Если сравнивать затраты на отдых, то в Таиланде 12 дней в хорошем отеле с питанием обойдется примерно в 45 тысяч, в Турции в 25, в Крыму и Краснодарском крае при тех же водных в 20 тысяч рублей на одного. Без учета затрат на развлечение и питание. В общем, выбирать есть из чего. Все, как обычно, зависит от личных предпочтений отдыхающего. Егор Туновский, Александр Вори, новости с северного города. А куда еще и, главное, как можно выгодно съездить отдохнуть, причем не только в новогодние праздники? Телеканал «Северный город» в ближайших выпусках новостей покажет серию лайфхаков от норильчан о том, как недорого отдохнуть за границей без всяких там туров и лишних денежных накруток. Так, например, в Азии лучше снимать жилье, а не бронировать номера в отеле. В Таиланд на семейный отдых стоит ездить в компании друзей, а на Кубе искать товарищей из числа местных, которые сходят в магазин или аптеку вместо вас и купят все дешевле в 25 раз. Интересные факты об экономичном отдыхе узнавайте с 11 декабря. Не пропустите. Далее к новостям компании. 80-летие отметила служба подготовки персонала Нурникеля. Торжественный вечер состоялся во Дворце культуры компании. Лучших отметили грамотами, благодарственными письмами и подарками. Дорогие товарищи, я сознательно использую это слово, потому что уверена, что за все годы десятилетия истории службы кадров Норильского комбината именно дух товарищества, взаимовыручка, поддержка, настоящее партнерство были нашими ключевыми помощниками. Я твердо убеждена в том, что наши амбициозные бизнес-цели приведут нас к таким же качественным и замечательным результатам, как наших предшественников. Ежегодно только через корпоративный университет в Норильске проходит 40 тысяч сотрудников, а подобные службы работают и в других подразделениях компании. От качества работы кадровых служб зависит вся работа ГМК, ведь чем выше уровень специалистов, тем лучше результат. Я посмотрела недавно на цифры, у нас из 76 тысяч человек, которые всего работают в компании, две трети ежегодно проходят обучение. Только вдумайтесь, какое количество людей вот это вот наша организация ежегодно обучает. И на мой взгляд, это один из ключевых факторов, почему мы являемся успешной компанией. А кто и когда начинает готовить мастеров на все руки? Работники Норникеля и педагоги дополнительного образования поделились нюансами столярного дела, собрали роботы и шили одежду. В минувшую субботу на станции юных техников прошел фестиваль профи, где тоже определяли лучших наставников. Увидеть соревнующихся взрослых в детском учреждении уже необычно. Еще необычнее то, что все эти взрослые борются за право стать наставниками для детей. Фестиваль профи, поддержанный Норникелем, собрал на станции юных техников около ста специалистов. Здесь, например, трудятся токари и летят опилки. Отточенным движением мастер шлифует идеальную фигурку. Лобзик можно увидеть и в женских руках. Главное – творческие способности, а все остальное приложится. Сегодня в Сюте профи из различных сфер. Помимо статоров и токарей – дизайнеры, агрономы и программисты. Из лего они собрали управляемого робота. Он видит с помощью вот этих датчиков подобие глаз. Творческое задание у статоров и токарей на новогоднюю тематику. Мастера вырезают праздничные фигурки и составляют целые композиции. Самые популярные – ель, снеговик и символ грядущего года. Делаем новогоднюю игрушку. Вот елочка, шарик, звездочка, снеговичок и вот подставочка. Командная игра. Это уже второй фестиваль профи в рамках проекта «Навигатор будущего», который проводит город и Норникель совместно. Главная цель – развитие научно-технического потенциала у детей. Победители будут оценивать работы школьников на весеннем чемпионате профессий «Умные игры». Сегодня те участники, взрослые, это и педагоги, и работники Норникеля, и сотрудники различных городских организаций примут участие в этом фестивале, получат сертификаты о том, что они имеют право готовить вот эти школьные команды и передавать им свои знания. Все педагоги смогут стать наставниками и готовить команды для участия в «Умных играх», а также в «Юниор-профи» и, возможно, в «Скилз-Раша», который проходит в Москве. По итогам фестиваля свыше 20 участников получили сертификаты о том, что они могут стать наставниками в своем деле. Вот этот лозунг «Делай, как я», он бывает главным. Не умеешь сам, не научишь другого. Хороший педагог может увлечь ребенка делом, требующим предельного внимания, тщательной ручной работы и творческой жилки. В этом фестивале участвуют именно такие профессионалы. Василиса Матюшкина, Артем Смирнов, Новости Северного города. 11 декабря солнечная активность умерена, геомагнитное поле неустойчивое. Днем в Норильске облачно, временами снег, метель, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду. Температура в городе минус 11, минус 14, в Дудинке минус 10, минус 13 градусов. Грядет один из самых любимых и дорогих праздников россиян. И норильчане, как прочие и остальные жители страны, собираются отметить его с размахом, пусть и в тихом вопроса 78% россиян собираются отмечать Новый год дома, 8% отправятся в гости, 4% вообще не будут праздновать этот праздник и только 1% собирается отмечать Новый год за границей или в другом городе. А собираются ли норильчане покидать Заполярье? Да, Мася, как по-семейному, потому что Новый год это семейный праздник, а проводить его нужно со всей своей семьей. Надо погоду сделать, постараемся. Мне друзья попросили на дачу, потому что экзотика, там, елку, нарядить живую, вокруг елки праздники, песни русские, традиционные, попеть обязательно. Дома, с семьей, Новый год, это семейный праздник. На Толнахе, дома, потом пойдем на елочку. На материке, я уезжаю, послезавтра на материку летаю. В ресторане, в тундре. В целом, норильчане со всей России солидарны. 85% встретят Новый год дома, а 10% отправятся в гости или в тундру. На материк или за границу поедут, как и по общероссийской статистике, 1%. И те же 4% предпочтут вообще его не отмечать. А сколько норильчане готовы потратить на этот праздник? Ну, примерно 3-5 тысяч. Ну, 20-30. Ну, это мало, конечно. Ну, на подарки, на стол? Да, нет. Ну, на подарки. Ну, тысяч 80, наверное. А вот все, что есть, все и потрачу. А потом буду до шираки есть. Стол будет накрывать дочка, я буду спонсировать. Плюс подарки, ну, не меньше 20-ти, хотя вот такие небольшие подарки не обойдусь 20 тысячами. Ну, примерно ну, в 20 тысяч вместе с подарками. В 10 тысяч хватит, наверное. Ну, я думаю, в 1015. Не знаю, 50 тысяч, может быть, на подарки, на новогодний стол. С учетом подарков, наверное, да? Если будут нормальные подарки, то не постоим за ценой. Наш опрос показал, что норильчане собираются отметить Новый год с размахом и даже потратить часть средств, отложенных на отпуск. Согласно данным всероссийского опроса, средний россиянин будет тратить на Новый год около 5 тысяч. Но что касается норильчан, большинство опрошенных сказало, что планируют потратить от 20 до 50 тысяч на новогодние праздники. А многие планируют потратить весь имеющийся бюджет, а потом экономят до зарплаты. В конце концов, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова